Девушки отдыхают Долгий Януковичек. Каковы шансы Киева в противостоянии с Москвой в лондонском суде? В Олевскую больницу госпитализировали еще одного раненого. Впрочем, к пострадавшим по-прежнему не пускают журналистов. Напомню, вчера ночью в Янтарном райцентре Житомирской области произошла перестрелка. Что сегодня происходит в Олевске и почему местные депутаты просят всех силовиков усилить охрану города? С подробностями Ярослав Кречко. В актовом зале Олевской райгосадминистрации не протолкнутся. Несколько десятков активистов после заявлений полиции о якобы бытовых причинах смертельной перестрелки требуют признать Олевск районом, который страдает от разборок бандитских кланов и где орудует янтарная мафия. Они хотят себя подбытовые подвести, чтобы подвести вопрос от янтаря. Янтарь чистый, все нормально. Дальше люди мыют, дальше люди принимают все хорошо. Никто никого не трогает, потому что это бытовые разборки за дискотеку. Вот и все. Когда этот статус примется, тогда это будет понятно, что если в городе такой статус, то это не может быть простая разборка. Это реально разборка за янтарь. С пулевыми и осколочными ранениями в больнице уже шесть человек. Один из местных, который сначала отказался от госпитализации, накануне вечером все же лег на больничную койку. Впрочем, журналистов и дальше к пострадавшим не пускают. Чтобы пострадали, мы не можем попасть. Мы не принимаем. Не желательно, чтобы сейчас для них были лишние стрессы в ситуации. Тем более, что у этих двух хорок, которые были в надважном состоянии, значит, они находились в состоянии медикаментозного сна. Сейчас работают врачи органы, работники полиции. И они не рекомендовали, чтобы лишний раз они не общались с людьми. Исключение только для близких родственников. Василий Федорович только от внука. Только от отца, отца, отца и отца. Он очень важен. Он не может стоять. Он вышел, вышел, ели. Одна в спину, пуля, другая в ребра. Рассказывает, при входе в палату вооруженная охрана. Поговорить с внуком удалось лишь несколько минут в коридоре. Тот уверяет, первыми огонь открыли так называемые львовские бандиты. Приехали те бандюки, какие вооруженные. Те хлопцы спокойно. И открыли стрельбу на них. Кто это за львовская банда и как продвигается расследование, начальник местной полиции на вопросы решил не отвечать. И от телекамер просто убежал. И уже после обеда в Житомире начальник областной полиции сообщил некоторые подробности расследования. Существование львовской банды признает, но только ли из-за янтеря инцидент? Однозначного ответа нет. Это была группа представителей Львовской области, которые принимали участие в этом конфликтах. Но погибли, как потом выявилось, он житель из Киевской области. Но был с теми людьми, которые представляли, как мы неформально называем их, львовьянами. Эти хлопцы брали в оборот людей, которые сделали. В том числе и местных, которые копали или купили его. Это организована жена-банда. Но она координаровала свои действия с высшими послужбами нацполиции и зб. прокуратуры. Не может существовать такая группа, длительный час на территории Олевска, без их співпрацей. Никто не чувствует себя в обеспечении в Олевске. Тут никто ничего не контролирует. А в районе ситуация еще гірше. У местных депутатов нет сомнений. Причина происшествия – янтарные разборки. Единогласно они поддержали обращение к президенту, премьеру и к руководителям всех силовых ведомств. Правоохоронные органы, которые находятся в городе и в объединенной территориальной громаде, не могут выполнять свои функции. Мы просим, чтобы нам допомогли с приданными силами, которые до регулирования, скажем, законного выдобутка бурштину, чтобы они смотрели за правопорядком и допомогали местным правоохоронцам. Олевск все еще под усиленной охраной. Но причин вводить чрезвычайное положение в районе полиции не видят. Тем временем, жители города блокировать движение на трассе Киев-Варшава пока не будут. Но в случае отсутствия реакции на ситуацию в регионе, готовы к радикальным действиям. Ярослав Кречко, Андрей Кузнецов. Подробности, телеканал Интер, Житомирская область. Все еще никто не задержан и в старом селе Ривненской области, где также произошли кровавые разборки. Напомню, трое мужчин приехали в село в гости, но местные жители подумали, что те будут решать янтарные вопросы и жестоко расправились с ними. Все трое приезжих оказались в больнице. Один из них в реанимации в тяжелом состоянии. В полиции назвали случившееся бытовым конфликтом, а сегодня к нам попала видеозапись. На ней местные допрашивают одного из приезжих. Парень раздет на лице следы побоев. Он едва стоит на ногах. О янтарных разборках сегодня говорили и в Верховной Раде. Нардепы уверены, проблему с незаконной добычей необходимо решать немедленно. И уже в который раз призвали своих коллег не затягивать с этим вопросом ради безопасности жителей сразу нескольких регионов страны. Мы хотим привернуть увагу до вчерашних событий, которые произошли в городе Олеск. Мы хотим привернуть увагу не только правоохранной системы Украины, а, прежде всего, главу Верховной Ради Украины и главы фракций, которые должны в негайном смысле внести в парламент в другом читании законопроект про легализацию Борщина. Потому что только законным и легальным способом мы можем прекратить это бездакие творится на терминах нашей страны. Но немедленно это уж точно не о работе парламентария в нынешнего созыва. Избранники вернулись в сессионный зал, но, похоже, о плодотворной работе говорить не приходится. Нардепы даже не смогли проголосовать за повышение себе любимым зарплаты. Почему половина депутатских кресел пустует и о каких еще законопроектах говорили сегодня? Вот какие ответы слышала я. В сессионном зале с прошлого года, если что-то и изменилось, так это исчезли плакаты с требованиями, которыми каждая фракция то и дело оклеивала президиум. Новогодние елки еще создают праздничное настроение, а вот депутаты своим присутствием после отпуска парламент особо не чтят. Я не знаю, почему в зале мало людей и на работу должны ходить все. Мы заборговали с прошлого года где-то порядка 700, напевно, законопроектов. Я прошу говорить. Но говорят, Нардепы сегодня больше о своих партийных требованиях. Оппозиция призывает начать с того, чем завершили прошлый год. С бюджета настаивают на пересмотре сметы. Мы считаем, что необходимо принять ответственное решение, переглянуть бюджет и принять те пропозиции, которые оппозиционный блок вносит в первом читании. А именно, вернуться к вопросу социального защиты. Бюджет должен дать возможность людям выжить и должен поддержать собственного производителя. Пропонуем поднять минимальную пенсию и предпочитать в бюджете с уменьшением дефицита пенсионного фонда. Самопомощь говорит о заменах в ЦИКе. Батьковщина настаивает на аграрных законопроектах. В коалиции свои требования с общим выводом работать конструктивно. Мы требуем от руководства Национального банка вжить заходы для стабилизации курса гривен. Читкие действия НБУ вместе с понимаемой публичной позицией всей страны должны успокоить валютный рынок. Само наша политическая воля и ответственность будет изначальной. Радикалы для пущего эффекта к трибуне вышли всей своей малой фракцией. Правда, самой партией Ляшко коллеги сегодня успели объявить бойкот за недавнее оскорбление в адрес вице-премьера. Публичная политика и вообще деятельность народного депутата должна быть ответственна. А каждое слово что-то важит. Само тому больших членов Межфакционного объединения Еврооптимисты не будем поддерживать законопроекты за вашей, где вы співавтором або где співавтором члены радикальной партии пока вы не вибачитеся. Но радикалы не извинились, а потому и слушали их под крики «Гадьба». Легко назвать людей, которые залишают украинцев без работы, без зарплаты. Легко назвать людьми, которые заслуживают на подкримку и полагу. Хоть это и первая рабочая неделя в нынешнем году, повестка дня уже по традиции особо важными вопросами не отличается. Рассматриваются второстепенные законы. Все тут нардепы в кулуарах. Судячи с этого порядка денного, депутатам сегодня не торбуют курс гривен, депутатам сегодня не торбуют то, что происходит с тарифами, депутатам сегодня не торбуют пенсионный век. Порядок денный складен так, что законы плавают флорой и фауной, деякие транспортные законы, формальные законы, которые, по сути, не решают вопрос жизни, деятельности и вообще жизни людей. Мы рассматриваем другорядные законопроекты. Я не говорю, что они не важливые, но это не те системные законы, которые способны реально сменить Украину. Правда, среди документов об автомобильных дорогах и электронном билете затесалось постановление о парламентской смете. В нем депутаты предлагали, среди прочего, и зарплаты себе поднять. Остаточная редакция, на которой остановились главы фракций, это примерно 21,5 тысячи гривен. То есть сказать, что сутки, в два-три рази говорят, про какое-то увеличение народных заработных плат на народных депутатов, она отсутствует. Но есть увеличение заработных плат людей, которые работают в аппарате Верховной Ради. Но даже на это постановление в зале голосов не набралось. Из-за тех же зарплат нардепы поспорили, а после документ провалили. Провальной в большей части, по прогнозам тех же избранников, может оказаться вся первая сессионная неделя Нового года. Депутатская активность, если и появится, то со стартом новой сессии. А она открывается в феврале. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Вадим Ивун, Иван Ермаков. Подробности, телеканал Интер. Самопомощь выступает за снятие неприкосновенности с нардепа Сергея Пашунского, а также настаивает на принятии своего законопроекта об ограничении иммунитета парламентариев. Об этом члены фракции заявили на брифинге в Верховной Раде. Также они планируют отменить особый порядок обыска депутатов и установить ограничения для их выезда в случае, если правоохранительные органы направили представление о привлечении к ответственности. Мы были свидетелями очень сильного инцидента, когда глава парламентарного комитета с вопросом безопасности национальной безопасности и обороны фактически, скрывая оружейный напад на людину, есть в судовом процессе как свидетель, а не как подозреваемый. Такие следствия, как на меня, выдаются фарсом. И я думаю, что должно быть правильно, чтобы недоторганность с народного депутата была снята негайно, и для того, чтобы загарантировать неопереденное следствие. Рассмотреть вопрос о создании временной следственной комиссии по инциденту с Пашинским и раздаче руководителям МВД Аваковым наградного оружия требует от парламентария в народный депутат Сергей Каплин. Он уверен, зарегистрированную им инициативу в Верховной Раде специально саботируют и не выносят в зал на голосование. Паруби, вместе с другими парламентарями, которые принадлежат к шайке Яценюка, делают абсолютно все, чтобы не было создано ни в темноте следственной комиссии для расследования незаконного наградения отдельных выдавных в лапках, действующих в сучасности депутатов, чиновников, наградной оружией. Паруби никогда не поставить на голосование вопрос создания темноте следственной комиссии для расследования трагедии, которая возгласна в предоте Нового Рока, там, где Пашинский пытался убить простую, обычную, людину, отец двух детей. И мы требуем, чтобы Верховная Рада Украины проголосовала створение темнотехнической следственной комиссии, которая поставила все кратки на 2. Колебания курса гривни носят сезонный характер, заявил сегодня премьер во время посещения Черниковского высшего профтехучилища. Причиной назвал праздники, когда деловая активность спадает, а количество выплат увеличивается. Однако, успокоил Владимир Грозьман, Нацбанк сделает все возможное для стабилизации ситуации. Валютных резервов в стране достаточно, чтобы курс оставался в прогнозируемых рамках, заверил он. Поделился глава правительства и планами по модернизации учебных программ и приобретению современного оборудования для ПТУ. В 2017-м сообщил, запустят пилотный проект по трём специальностям тракторист, сантехник и швия. В училище, которое посетил премьер, проект этот уже стартовал. Здесь учеников обучают на новейшем швийном оборудовании. Нам потребуется, чтобы Украина была конкурентной и чтобы мы перестали быть экономикой сировинного типа. Мы должны выработать конец продукта. Мы приняли решение нещодавно о модернизации профессионально-технической оборудовании. Это тракторист, это швия и сантехник. Это три специальности, по которым мы будем модернизировать программы, учебные. И сегодня уже есть результат. И сегодня же Владимир Гройсман прокомментировал скандал, который разгорелся в соцсетях между директором столичного института сердца Борисом Тадоровым и Минздравом. Премьер сообщил, намерен реформировать систему здравоохранения, чтобы, цитирую, финансировать не стены, а услуги для людей. А перед тем, как назначить министра здравоохранения, собирается провести политические консультации. Напомню, в начале января Борис Тадоров публично обвинил ведомство, которое временно возглавляет Ульяна Супрун в срыве закупок лекарств для кардиобольных. В Минздраве же перевели стрелки на международные организации, мол, именно они теперь закупают препараты для института сердца. Заслушать премьер-министра по вопросу критической ситуации в Министерстве здравоохранения требуют нардепы во время часа вопросов к правительству в пятницу. И хотя в парламенте уже зарегистрировали постановление об увольнении исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун, депутаты требуют реакции премьера и президента, которые назначали ее на должность. Я вчера зарегистрировал постанову Верховной Рады, чтобы выгнать эту Супрун в занимаемой должности. Причин много. Первая причина. У нас в стране, по данным ООН, самый низкий уровень вакцинации в мире. Второе. Вот недавно, буквально на прошлой неделе, поступили в онкологические диспансеры лекарства. Срок годности их еще три месяца. Плюс ситуация с обеспечением кардиологических центров. Я считаю, что человек, который имеет сумнительную область, не может предъявить на это публичные документы своих, и считается великим секретом своего область. С одного боку, с другого, который уже полгода выполняет и признанет в неконституционный способ, нужно, наверное, поставить крапку. Поэтому тут может быть только публичное обратное к премьер-министру, чтобы он выполнил вимоги украинского законодательства и конституции. В смеле Черкасской области может стать на одну больницу меньше. Местной властью резали финансирование медучреждения. Два года назад Минздрав передал его на баланс города, и чиновники решили, что стационар попросту лишний. О дальнейшей судьбе врачей и о том, нужна ли больница городу, расскажет Станислав Кухарчук. Галину Михайловну привезли в стационары с соседнего райцентра неделю назад в тяжелом состоянии. У женщины острая почечная недостаточность. В Каменке, где она живет, отделения урологии попросту нет. В таком состоянии, как я попала сюда, я в Дочеркасе не до них. Там никто не ждал. По документам, эта больница должна обслуживать в год почти 7 тысяч человек. По факту, в разы больше, говорит главный уролог. Два года назад их медучреждение Минздрав передал на баланс города. С тех пор оптимизация за оптимизацией. Из пяти отделений стационара местные чиновники оставили два. Терапевтическая и урологию с операционными. А вот с 1 января пациентов здесь вообще быть не должно. Так решил горсовет. Больницу прекратили финансировать. Сами медики узнали об этом несколько дней назад. Нам поведомили, что в нас забрали население, что был распредел население между закладами города, что у вас нет населения. Мы вам никаких не лекарственных, ничего, мы вам не дадим. Годовой бюджет больницы 13 миллионов гривен. Это с учетом зарплаты 160 сотрудников, расходов на медикаменты и коммунальные услуги. Часть суммы покрывала госсубвенция, но в этом году денег из госбюджета не будет. Больницу не включили в списки финансирования. От такой новости в шоке не только медики, но и горожане. Сробим все для того, чтобы оно сдавалось. Все забираемся, перекроем все. В мэрии об этой проблеме говорить не хотят. Заместитель городского головы по вопросам медицины сначала убегает от камеры, а затем спеша на обед заявляет. Минздрав передал городу только помещение, а сотрудники не местная проблема. Державный заклад это юридическая особа, которая в себе уявляет медику санитарную часть, специализированную. А утробудование не будет. Так ли это на самом деле главврач больницы поехала выяснять в Минздрав? В самом же Минздраве ситуацию пока не комментируют. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер Черкасская область. В Кропивницком родители тяжелобольных детей обвиняют персонал областной детской больницы в халатности. Минимум пять маленьких пациентов после курса лечения в стационаре заразились гепатитами В и С. Подробнее Елена Брынза. Семья Алины в Кропивницке переехала два года назад из Донецка. У четырехлетней Софийки диагностировали заболевание зрительного нерва. В течение полугода девочка проходила курс лечения в гемоотделении детской областной больницы. Ребенку стало плохо. То есть три дня ребенок лежал на маму не реагировал постоянно рвота отказывался от еды и вообще никак не контактировал с окружающим миром скажем так. Спрашиваю у врача что с ребенком до этого было все хорошо все нормально два дня и мы дома. Она говорит ну вы ее чем-то накормили. Сдали анализы и выяснилось у Софии гепатит Б. Перенести это заболевание среди палаты это очень легко сделать. Сыну Елены Коваленко также диагностировали гепатит Б и С после длительного лечения в гемоотделении как и сыну Марины Дяченко. Я уже думаю что это есть какая-то проблема в отделении потому что у меня в семье ни в кого не было гепатита Б никогда. Не гепатита С но мы сдаем и проверяем. Подобные истории нам рассказали мамы еще двоих детей лечившихся здесь то есть случаев заражения минимум пять. Главврач больницы все обвинения отрицает. Говорит это попытка дискредитировать медучреждение. Та проверка которую мы провели в себе в лекарне с запрошением сад-эпидстанции не слышала причины что эта дитина была заражена в детской лекарне. Мы не выявили джерела заражения ни в медицинских работников которые сейчас обслужены уже ни в батьков которые были поруч ни в детей которые были поруч в палате. Родители больных детей говорят в суд идти не хотят ведь им еще предстоит лечиться в этой больнице но надеются что общественный резонанс заставит врачей соблюдать правила безопасности чтобы предотвратить случаи новых заражений. Мы направили официальный запрос в МОЗ известно ли министерству о массовых случаях заражения гепатитом в Кропивницком. Ждем ответа. Елена Брынза Владимир Кувакин подробности телеканал Интер Кропивницкий. Еще один взяточник в Мантии. СБУ Николай Сарап пообещал обвиняемому условный срок за изготовление наркотиков и взамен хотел получить 3000 долларов. Деньги требовал через адвоката-посредника. Во время обыска в машине судьи нашли часть суммы 1000 долларов. И судью, и адвоката отправили в Киев где их должны допросить. Николай Сарап известен тем что вел дело своего коллеги судья Алексея Галагана. Летом прошлого года того задержали за управление автомобилем в нетрезвом состоянии но в приговоре который вынес Сарап не была указана причина остановки машины. На основании этого апелляционный суд решил что останавливать Галагана полицейские не имели права и полностью его оправдал. Военная прокуратура получила доказательства госизмены беглого президента Януковича на этот раз от ООН. Организация предоставила официально заверенные фотокопии заявления бывшего гаранта от 1 марта 2014 года с просьбой то нами отриманы беззаперечные документальные доказы Держзрады Януковича это только один из многих доказов. Также у органов досудового расследования наявные доказы а также показания свидетельств документальные доказы аудио-видео доказы а также выставки экспертов Проблем прибавится также у еще одного беглеца правда рангом пониже у министра доходов и сборов из команды Януковича Александра Клименко Прокуратура повторно арестовала столичный бизнес-центр Гулливер который связывают секс с чиновником Напомню бывший министр доходов и сборов приближенный семье Януковича Александр Клименко в Украине объявлен в розыск его обвиняют в краже особо крупных сумм из госбюджета а также финансирование сепаратизма Клименко связывают непосредственно с банком Михайловский и считают причастным к возможному выведению из него миллиардов гривен По последним данным беглец скрывается в России Напомню после бегства Клименко в здании министерства доходов и сборов нашли несколько тайных комнат в том числе огромный сейф сауну соляную комнату и ринг где бывший министр вероятно устраивал тотализатор и бои без правил Эти сутки в зоне АТО прошли без потерь Также в штабе отмечают уменьшилось количество обстрелов из тяжелых орудий Противник переключился на разведывательно-штурмовые действия и как плацдарм для атак боевики используют села из так называемой серой зоны Оттуда репортаж Ирины Баглай Черная зона она есть черная зона а так серая ну уже почернела Катериновка по минским договоренностям не подконтрольное никому село но у Владимира Михайловича нет сомнений на какой земле он живет На территории Украины у нас справка За лесом в километре уже оккупированная территория хотя еще три года назад было рукой подать до родного Первомайска теперь мужчина даже не мечтает о поездке домой Тут заминировано и в лес пойти невозможно разрывы ложились и с той стороны стреляли и с той я уже третий год в лес на огород даже сверху только и все туда нельзя ходить Оставшиеся здесь жить старики отрезаны от более-менее обустроенной части села до ближайшего магазина пешком 8 километров Я живу под Попасным а мне не надо туда идти Серое село Катериновка полтора километра от Попасный полчаса пешком отсюда но именно эта часть села максимально приближена к линии разграничения она уже там за лесопосадкой местность достаточно удобная для прохода разведгрупп противника и вот буквально на днях военные сняли свежую растяжку на обочине а вот почему нельзя проехать по прямой в Попасную представители миссии ОБСЕ не понимают мы не можем гарантировать безопасность на этой делянке местности для вас мы рекомендаем J3P3 репрезентатив Попасна с наблюдательного поста наших военных можно разглядеть невидимую для ОБСЕ и для местных жителей смертельную угрозу это школа противник там отсюда огневые точки их не видно они замаскированы здание школы минометы 83 калибра перед тем как отъехать от военных патруль наблюдателей узнает об обстановке я буду говорить по-украински вы меня понимаете по-украински за протягом добы минулые ночь прошла тихо на отмину от позавчорашней ночи когда прорачивали минометы с их стороны основное направление с которого обстреливаются ваши позиции с направлением направление молодежное от последнего обстрела боевиков содрогнулись Попасная и Новозвановка снаряды пролетели буквально над головами жителей Серой Катериновки летало и взрывалось вот и что-то ни конца ни края перед обстрелом наши военные заметили что боевикам подвозили боеприпасы подвозят боеприпасы в темное время суток когда ночь слышно именно к этому этой ночью никакого движения на вражеской стороне не зафиксировали наши надеются сутки будут тихими Ирина Баглая Андрей Костюк Анатолий Воробей из Донецкой области подробности телеканал Интер Кандидат Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен признает Крым российским если победить на выборах Об этом политик рассказала в интервью издания Известия Ле Пен заявила референдум в марте 2014 дескать показал желание народа присоединиться к России и поэтому она тоже признает полуостров частью РФ По ее словам Крым никогда не был украинским Напомню Марин Ле Пен кандидат в президенты Франции от ультраправой партии национальный фронт Полгода по опросам избирателей она лидирует в предвыборной гонке Министерство иностранных дел Украины возмущены заявлениями Марин Ле Пен Меди подчеркивают утверждения от такого рода являются ничтожными как с исторической так и с правовой точек зрения Во внешнеполитическом ведомстве считают что поддержка оккупации Крыма и его аннексии это не только неуважение к уставу ООН и принципам международного права но и стимулирование оккупанта к дальнейшим преступным действиям Франция как и вся международная спільнота высловила поддержку территориальной ценности Украины в межах ее международных кордонов и засудила незаконную оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополь и Российской Федерации Мы уверены что высловление будь какой ответственной политики и кандидата на посаду президента мает грунтоваться на повазе до международного права в частности суверенитета и территориальной активности инших государств Укрепить и расширить мониторинговую миссию на Донбассе об этом сегодня говорил министр иностранных дел Павел Климкин с главой ОБСЕ Себастьяном Курцем В начале января они побывали в прифронтовом Мариуполе и в зоне соприкосновения Иностранный политик мог своими глазами увидеть что там происходит Во время сегодняшней встречи обсудили безопасность на Донбассе и дальнейшее сотрудничество в частности улучшение технических возможностей мониторинговой миссии а еще помощь ОБСЕ в освобождении украинских заложников и политзаключенных сегодня же глава миссии отправится в Москву по его мнению чтобы улучшить ситуацию на Донбассе нужно подключать к переговорам политиков как в Украине так и в России мы постараемся выступить как адвокаты тех людей которые страдают от конфликта на Донбассе попытаемся хотя бы хоть как-то улучшить ситуацию для движения вперед необходимо не только участие нашей миссии на востоке Украины но и усиление диалога между политиками в Киеве и Москве И еще Павел Клим раскрыл подробности иска Украины против России в международном суде ООН иск зарегистрирован министр показал соответствующий документ в нем Украина обвиняет Россию в финансировании терроризма и нарушении двух конвенций огромный блок также касается нарушения прав крымских татар и украинцев Киев требует прекратить поставку оружия возобновить контроль над участком неконтролируемой границы прекратить преследование крымских татар разрешить меджлиз и выплатить компенсации их размер министр не уточнил отметил изготовили два с половиной года а список доказательств преступлений России может дополняться на этой неделе должны определить когда будет слушание а ну а затянуться рассмотрение может на годы это это все акты терроризма Россия будет всеми способами чинить опер но мы считаем что у нас достаточно необходимых доказательств у нас есть четкие международные правовые подвали и главное на нашей стороне так уж морально правда иск России к Украине по взысканию долга в размере трех миллиардов долларов начал сегодня рассматривать высокий суд Лондона кредит Киев брал в конце 2013 когда у власти был Виктор Янукович тогда Москва пообещала 15 миллиардов долларов помощи и часть денег успела перечислить до начала Евромайдана после революции достоинства новая власть отказалась погашать кредит и ввела мораторий на его выплату Россия обратилась в суд и требует помимо долга взыскать с Украины штраф 683 тысячи долларов за каждый просроченный день рассматривать дело планируют три дня до 20 января вы смотрите подробности и далее в нашей программе Давос чего удалось добиться Украине в первый день Всемирного форума выход есть какой план после Брекзита предложила британцам правительство евровыборы кто есть кто среди претендентов на главное кресло в Европарламенте Швейцария выделяет 100 миллионов долларов на поддержку Украины а Пекин обещает развивать отношения с Киевом первый день Всемирного экономического форума в Давосе оказался довольно успешным для украинской делегации Светлана Чернецкая следит за встречей мировых лидеров в швейцарских Альпах на 4 дня экономическим центром мира становится этот маленький швейцарский курортный городок Давосский форум официально стартовал и открыл его главный гость председатель Китая поскольку Си Цзиньпин стал первым лидером Поднебесной посетившим это мероприятие внимание к его персоне зашкаливает и со стороны прессы и со стороны других глав государств одним из первых сегодня утром с китайским лидером поговорил президент Порошенко он попросил о помощи в борьбе с российской агрессией а Си Цзиньпин в ответ заверил в поддержке территориальной целостности Украины дальше украинский президент отправился в резиденцию швейцарского коллеги Дори Лойдхарт пообещала хотя Швейцария и не член Евросоюза но все равно ведет с Украиной безвизовый режим сразу после того как это сделает ЕС помогут и деньгами уже до конца месяца на счета украинского Минфина Швейцария переведет 100 миллионов долларов это будет первый транш в рамках поддержки Украины Мы договорились прискорить спильные кроки по расследованию злочинів попередньої влади и те замороженные активы в швейцарских банках которые сейчас находятся мы визначили четкие графики координацию співпрации Министерства юстиции и Генеральных прокуратур которые должны быстрее привести к соответствующему результату и реституции повернение этих денег до Украины А в последующие несколько недель ожидается еще один значительный транш миллиард долларов от Международного валютного фонда заявил Порошенко с главой МВФ он планирует встретиться послезавтра Ну а в целом график украинской делегации в Давосе весьма плотный запланированы встречи с главами ООН ЕБРР и Европарламента президентом Азербайджана премьерами Нидерландов Грузии и Вьетнама Ну а что касается официальной программы форума то хотя 45-й президент США и не приехал но вспоминают о нем часто советнику Дональда Трампа Энтони Скоромуччи который все-таки прибыл на форум пришлось отдуваться за всех многих европейских лидеров возмутило высказывание Трампа о том что НАТО устарело Скоромуччи пояснил здесь хоть речь шла о том что НАТО нужно не распустить а модернизировать ну а завтра дискуссии и встречи в Давосе продолжатся Светлана Чернецкая Евгений Каминский подробности телеканал Интер из Давоса Швейцария Петр Порошенко встретиться с Дональдом Трампом об этом в Давосе заявил украинский президент в интервью Блумберг и добавил был в числе первых кому Трамп позвонил после выборов а пока Украина готовится к этим переговорам Народный фронт отказывается закапывать топор войны который тащили на Трампа во время всей предвыборной кампании напомню Арсений Яценюк и Арсен Аваков в своих комментариях опускались до унизительных оскорблений об этом на своей странице в фейсбук написал Нардеп лидер социал-демократической партии Сергей Каплин по его словам такая недальновидная оппозиция может обернуться экономической изоляцией Украины и потерей политической поддержки США однако вместо извинений фронтовики требуют от БПП объяснений в связи с предложениями Каплина рейтинг симпатий в Соединенных Штатах социологи выяснили как за несколько дней до инаугурации американцы относятся к ключевым политикам страны насколько любят Обаму и что думают о Трампе Дмитрий Анопченко анализировал данные опросов в Штатах это традиция замерять с каким рейтингом политики приходят в Белый дом и с каким уровнем доверия его покидают эти показатели потом даже в официальные биографии включают опросы не доверяют никому кроме авторитетнейшего института Гэллопа где скрупулезно высчитывают стартовую и финальную популярность уже которого президента Америки так вот по их данным Джош Буш младший покидал Белый дом с рейтингом популярности 40 процентов то есть практически две трети вздохнули с облегчением Билл Клинтон и Буш старший пользовались на момент прощания с должностью одобрением 57 и 62 процентов американцев и вот он финальный показатель Обамы практически на уровне Клинтона 58 процентов что интересно социологи еще спросили людей что они думают о Джо Байдене и Мишель Обаме и выяснилось что вице-президент популярнее шефа и даже первая леди куда популярнее своего супруга Мишель Обама под занавес получила одобрение 68 процентов жителей страны такой показатель только у самого Барака был да и то лишь в первые месяцы работы на волне победы Байден уходит как один из самых популярных в истории страны вице-президентов так считают 6 из 10 американцев но гораздо интереснее данные первого опроса о Трампе социологи выяснили Дональд Трамп начинает работу в Белом Доме с рекордно низким рейтингом популярности всего-то 40 процентов для сравнения у Обамы стартовый показатель был 78 процентов у Буша-младшего 62 у Билла Клинтона 66 о причинах социологи молчат зато говорят политологи в прессе сегодня пишут мол минувшая избирательная кампания была невероятно жесткой да и последняя порция компромата оказавшаяся по словам Трампа фальшивкой не прибавила ему популярности накануне инаугурации но другой куда более важный вопрос а что дальше а вот тут СМИ в оценках расходятся одни уверяют популярность дело наживное мол стоит Трампу начать создавать рабочие места и народная любовь станет расти и даже зашкаливать другие более осторожны в оценках дескать ему будет непросто с таким серьезным сопротивлением уже на старте карьеры но похоже самого победителя этих выборов рейтинги не очень волнуют он в принципе и не без оснований не очень-то и доверяет социологам из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко Юрий Романюк Американское бюро телеканала Интер аннулировать соглашение об ассоциации с ЕС может Молдова такой сценарий допускает сам президент Игорь Дадон об этом он заявил в Москве по итогам встречи с Владимиром Путиным по его словам подписание документа не принесло пользы а наоборот объемы экспорта в Евросоюз упали и при этом Молдова потеряла российский рынок я не исключаю что после следующих парламентских выборов но это будет позиция и я поддержу эту позицию парламентского большинства вот есть партия социалистов я надеюсь что они получат парламентское большинство и это соглашение будет аннулировано Великобритания покинет единый рынок Евросоюза об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй сегодня она озвучила довольно жесткий план по выходу Соединенного Королевства из состава ЕС глава правительства подчеркнула единый рынок должно сменить соглашение о зоне свободной торговли при этом Великобритания станет равноправным партнером Евросоюза а не ее членом мы стремимся заключить смелое амбициозное соглашение о зоне свободной торговли с Евросоюзом оно должно обеспечить свободную продажу товаров и услуг между Великобританией и странами-членами Евросоюза а также позволить британским предприятиям максимально свободно торговать на европейских рынках компании из ЕС могут делать то же самое в Великобритании вы же понимаете то что я предлагаю означает выход Великобритании с единого рынка Евросоюза операция манипуляция в Германии готовится защищаться от попыток повлиять на результаты парламентских выборов как расскажет Татьяна Лагунова новый Бундестаг в Германии будут выбирать этой осенью но подготовка к голосованию уже идет полным ходом немцы разрабатывают стратегию борьбы против кибератак чтобы обезопасить себя от попыток хакеров повлиять на исход выборов в том что такие попытки будут в Германии даже не сомневаются кибератаки цель которых повлиять на политику других стран уже открыто называют одним из вызовов современного мира нас очень беспокоит кибербезопасность мы видели сообщения о кибератаках против членов НАТО любые попытки вмешиваться и влиять на результаты национальных выборов извне неприемлемы мир который переживает потрясение асимметричные конфликты кибератаки это вызовы с которыми мы сталкиваемся нам необходимо действовать и делать это сообща власти Германии уже в три раза увеличили мощности вычислительного центра который будет подсчитывать результаты не исключено что ближе к осени заменят все компьютеры и место их расположения отдельно станут бороться с фейковыми новостями в социальных сетях с помощью которых как внутренние так и внешние силы будут пытаться повлиять на выбор избирателей сотрудничать с властями Германии готовые социальные сети представители фейсбука уже пообещали тщательно проверять все сообщения которые будут появляться в немецком сегменте ближе к выборам и если они окажутся фейковыми немедленно удалять Татьяна Луганович Вячеслав Фролов подробности немецкое бюро телеканала Интер сегодня Европарламент голосует за нового президента как проходят выборы и кто есть кто среди претендентов на главное кресло расскажет наш корреспондент Юлия Мендель сегодня евродепутаты уже проголосовали трижды но так и не определились хотя безусловный лидер итальянец Антонио Таяни кандидат от правоцентрийской европейской народной партии крупнейший в Европарламенте все тритора голосования его поддерживали больше всех но он так и не получил нужных 50% чтобы утвердиться на должности главы Европарламента Таяни считают доверенным лицом бывшего итальянского премьера Сильвия Берлускони среди всех кандидатов обещания Таяни были самыми революционными я сокращу служащих в офисе президента будет гендерный баланс потому что равенство полов очень важно мы распределим обязанности чтобы были люди которые отвечают за связи с языковыми меньшинствами и периферией все три тура немного отстает от Таяни кандидат от группы социалисты и демократы Джонни Пителло в своих интервью он часто заявлял о поддержке территориальной целостности Украины но сегодня в Европарламенте его речь была менее убедительна чем Таяни хотя говорил он о тех же проблемах безопасности миграции безработицы и Брексите мы будем мягко двигаться к верховенству демократии и прав человека уверен мы сможем решить существующие проблемы неделю назад Европейская Народная Партия опубликовала договоренности с социалистами и демократами по которым они должны поддерживать друг друга на выборах в Европарламенте то есть после социал-демократа Мартина Шульца пост главы Европарламента должен достаться Таянии всего на эту должность претендует шесть кандидатов но остальные четверо лидирующим итальянцам уже не конкуренты сегодня должно состояться еще одно голосование уже четвертое его результаты станут известны уже после десяти вечера тогда и определяться с победителем который будет возглавлять Европарламент в следующие два с половиной года Юлия Мендель Вадим Сверидонов подробности Европейское бюро телеканала Интер в Турции задержали террориста который расстрелял посетителей ночного клуба в Стамбуле в новогоднюю ночь напомню тогда погибли 39 человек как удалось задержать стрелка и кто этот человек в нашем следующем материале найти убийцу силовикам помогли записи с камеры наружного наблюдения стрелок засветился у ночного клуба полиция выследила его и кроме того нашла видео в соцсети вероятно подозреваемый снял его по прибытии в Стамбул негодяя террориста который напал на ночной клуб в новогоднюю ночь и убил много людей задержали в Стамбуле во время спецоперации силовиков сейчас преступника допрашивают другие детали премьер не рассказал не имеет права пока идет следствие полиция провела рейд в районе провинции Стамбула Эссеньюрт там и поймали террориста он даже не убегал из города вместе с ним задержали троих женщин и мужчину гражданина Ирака стрелок жил в этой квартире на момент задержания с ним был четырехлетний сын сообщили турецкие СМИ в комнате нашли почти 200 тысяч долларов это первое фото которое распространили информагентство после ареста террориста преступника зовут Абдулгадир Машарипов ему 34 года он родился в Узбекистане тренировался и получал боевой опыт в Афганистане это вышкаленный террорист владеет четырьмя языками Машарипов во всем сознался отпечатки его пальцев нашли в клубе Рейна где он расстрелял людей виновный ответит по всей строгости закона пообещал президент Турции как я говорил раньше подобное в нашей стране никому не сойдет с рук за это будем привлекать к ответственности в рамках закона то что злоумышленника поймали и является важным проявлением такого подхода к безопасности полиция также выяснила что стрелок приехал в страну нелегально пересек границу со стороны Сирии именно там два дня назад Турция закончила строительство бетонной стены чтобы остановить поток нелегалов Анна Ильиных, Дмитрий Евчин подробности телеканал Интер кто и почему получил право подавать в суд на роботов почему закрывается старейший цирк в Соединенных Штатах и как тигры в Сингапуре танцуют на столбах смотрите в международном обзоре в Мадриде журналисты собрались на открытии восковой копии Дональда Трампа а засняли женщину с голой грудью активистка международного движения FEMEN ворвалась в зал церемонии и возле фигуры избранного президента США выкрикивала оскорбительные лозунги против патриархата сотрудники музея решительно прикрыли женщину рубашкой и вывели из зала такой пиар открытия единственной в мире восковой фигуры Трампа организаторам выставки не понравился мол если и говорить подобное то в лицо, а не перед восковыми куклами в США 150-летний цирк закрывается из-за отказа от эксплуатации животных в прошлом году цирк братьев Ринглин исключил слонов из программы это неожиданно негативно повлияло на продажу билетов и теперь он должен прекратить свою деятельность защитники животных радуются что им удалось остановить наиболее печальное зрелище в мире но в цирке хоть и не жалеют о том что убрали слонов свое закрытие победой не считают теперь на роботов можно будет подать в суд депутаты Европарламента планируют дать роботам статус юридических лиц поэтому машины с искусственным интеллектом смогут выступать в суде в качестве ответчиков и истцов таким образом на них можно будет возложить ответственность за их действия Европарламентарий считает машины становятся все более автономными поэтому их сложно считать всего лишь инструментами в руках людей в Сингапуре гигантские новогодние тигры танцуют на столбах так в столице готовятся к лунному новому году танцевальные трупы соревнуются в мастерстве управлять большими костюмами новогодних тигров и держать равновесие на колоннах сотни сингапурцев приходят посмотреть на это зрелище соревнования проводят каждый год этот раз уже десятый следите за развитием событий на нашем сайте подробности.ua а в прямом эфире увидимся уже завтра хорошего вам вечера и до встречи субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok